всем добрый день кто зашел на мой канал весь весьма лайф меня зовут иван со мной мой сын максим и хотел сегодня поговорить о таком чувстве благодарность о благодарном человеке и как его можно проявлять в каких ситуациях но на примере то есть это одна из первых ситуаций когда мы можем проявлять благодарность вот но на примере тоже бывало ли так что мы не находим дорогу и испытываем такие чувства страха боязни возможно мы сбились пути и стали просить помощи чтобы почувствовал если бы человек не просто подсказал тебе куда ехать но и любезно предложил следуй за мной я проведу тебя да ты несомненно бы был бы ему очень благодарен благодарный человек это тот кто проявляет признательность и довольный дух по отношению к богу государству и к людям за то что оказывает к ему добро внимание и услугу маленький юмор без юмора никак и больной говорит доктор я вам так благодарен словами не передашь доктор отвечает передай деньгами вот амар хайям побуждает нас быть благодарными такими словами мир прекрасен на все благодарны взирай горьким словом упрека ты нас не упрекай до благодарного человека можно сравнить с человеком дающего подарок безвозмездно он может благодарить как словом так и подарком всегда ли бывает легко быть благодарным нет мой случай вспоминается из жизни когда один из рабочих сказал мне такие слова когда я пришел с отпуска он сказал твое присутствие было незаметным а отсутствие заметным я таких слов растерялся безусловно мне было приятно но я забыл поблагодарить его не забывайте благодарить людей за добро как развитие это чувство благодарность размышляйте о том добрым что сделали для вас люди например каждый вечер записываете о том за что вы благодарны например за работу за семью за дом за жизнь за друзей и время от времени перечитывайте эти слова да как раз благодаря таким мыслям что вы размышляете и прочитываете эти слова вы будете такими мыслями себя заряжать позитивом и быть благодарным до сформирует вас благодарного человека давайте посмотрим как поговорки отзываются благодарным человеке тот кто не умеет быть благодарным не станет благоухать даже если его осыпят сотни лепестков роз дать за дашь совет умному поблагодарит глупому на смех поднимет неблагодарный плюет в ту миску из которой ест не плюй в колодец из которого пьешь неблагодарным не рождаются неблагодарным становятся ну например если с детства было баловать своих детей благодарность включает себя глубокий смысл таким чувств таких чувств как радость восторг желание угодить получить что-то чье-то одобрение рады ли вы когда вас благодарят это приятно родители испытывают много радости когда и дети вырастая становятся благодарными например когда наши дети говорят спасибо папа спасибо мама спасибо бабушка дедушка ну и так далее когда ко мне подходит двух с половиной годовалый сын и говорит папа спасибо тебе за то что ты налил мне воды спасибо за то что ты мне налил чаю это внутри у меня все прям трепещет мое сердце и очень радостно в моем уме душа радуется когда мы делаем добро людям мы испытываем радость когда взамен они нас благодарят за то добро которые мы сделали к ним по отношению к ним и и исполняется поговорка что человек посеет то и пожнет пожнет зло но зло и и пожнет вернется к нему участь благодарности мы пожнем благодарность и добро взамен когда нам помогают решить трудности наши друзья будьте благодарны им когда нам помогают наши дети делать дела по дому будьте благодарны когда хвалят вас за труд за добрые дела будьте благодарными недовольные люди неблагодарные несчастные они очень омрачают свою жизнь и жизнь других людей если мы будем видеть хорошее и положительное в людях то у нас не будет времени на недовольство пьер буаз высказал о благодарности такие слова обиды записывайте на песке о благодарность вырезайте на мраморе какие замечательные слова мы можем восторгаться и быть благодарными как бабочка из притчи прилетела бабочка на лужайку присела на цветок и стала восторгаться окружающим какое бездонное голубое небо а на нем золотое солнышко светит и лук изумрудный обогревает на котором не роса утреннее сияет а бриллианты а воздух какой воздух если мы испытываем благодарность то вокруг нас все цветет и пахнет как у этой бабочки как реагирует неблагодарный и благодарный человек можно увидеть на примере со стаканом в котором налита половина стакана воды для благодарного он будет полным а для неблагодарного стакан будет пустой благодарность благотворно влияет на физическое и психическое и эмоциональное здоровье сделали такой вывод и медики исследование показало что благодарный человек становится счастливее получает больше положительных эмоций испытывает больше приятных моментов жизни и лучше справляется с неприятностями и помогает им устроить крепкие отношения с другими людьми что немало важно в нашем мире мы без людей никак не можем обойтись поэтому общение очень важно как раз благодарность помогает нам в этом если мы благодарны мы избежим чувства превосходства зависти и обиды всего того что может оттолкнуть людей от нас и лишить радости один человек живший в первом веке ну на сегодня у него можно сказать тогда было университетское образование он своим ученикам сказал такую фразу и побуждал к этому их делать всегда радуйтесь всегда за все благодарите поэтому будьте благодарными счастья вам любви добра с вами был Иван до новой встречи друзья пока спасибо 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 спасибо